МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Коротко об основных темах выпуска. В рамках дозволенного строителей Самары научат соблюдать границы. Самолет заказывали? Самара может стать центром воздушного туризма. В свободные, но не брошенные при женской колонии откроется реабилитационный центр. Поставят на место многие стройки в Самаре выходят за установленные границы, мешая пешеходам и автомобилистам. На это явное нарушение закона городские власти не намерены закрывать глаза. Бизнесменов научат работать в рамках дозволенного, а непонятливым придется раскошелиться. Олег Зверев подробнее. Плюс-минус метр два, а там и все 4-5. Стройка, забор вдоль газона или тротуара едва хватает места для пешеходов. Застройщики захватывают землю вокруг стройплощадки. Иногда забор ставят прямо посреди проезжей части. Городские власти намерены бизнесменов поставить в рамки. На оперативном совещании в администрации говорили об итогах проверки. Специалисты осмотрели 6 площадок. Картина везде одинаковая. Пешеходная дорожка, которая сделана с козырьком, это на всех практически стройках выходит за границу существующих участков, предоставленных для целей, связанных с строительством. В городе строится порядка 200 объектов. И лишь единицы могут похвастаться тем, что не прихватили лишние метры под размещение техники. Теперь таких застройщиков будут наказывать рублем. Можно понуждать застройщиков без оформления земельного участка, увеличения земельного участка, платить за использование этого земельного участка. То есть нам еще один механизм дали. То есть перенес забор, плати за это. Платить придется в тех случаях, когда захват 2-3 метров не мешает пешеходам. Но чаще бывает наоборот, особенно в историческом центре. А потому метр за метром город намерен поставить строителей на свое место. Вот я бы хотел, чтобы мы общую с районом позицию заняли на вылазить на места общего пользования, либо на тротуар, либо на газон. Все должно зайти в рамках договора аренды земельного участка, либо в собственности, и не вылазить на землю общего пользования. Прежде всего строителям предложат добровольно сдвинуть свои заборы в границы дозволенного. Большинство из них законопослушны, без проблем вернутся на свою территорию. К тем же, кто не согласится с законными требованиями, применят административные меры. Олег Зверев, Алексей Золотенков, События. Последствия ненастной погоды в Самаре устранят в ближайшее время. Из-за сильного штормового ветра в городе упало несколько деревьев. Так на улице Владимирская сломанной веткой накрыла неправильно припаркованный автомобиль. К счастью, обошлось без жертв. На оперативном совещании в городской администрации первый заместитель главы Самары Владимир Василенко поставил задачу до среды ликвидировать все последствия непогоды. Убрать все упавшие деревья на проезжую часть, плюс во дворах. У нас таких адресов до 45, поэтому к среде я ставлю задачу убрать все деревья, которые находятся на придомовой территории, на квартальной территории и зоны ответственности магистрали. Райсоветы, избранные в сентябре, начали свою работу. В течение месяца в железнодорожном районе создадут конкурсную комиссию, которой предстоит рассмотреть заявки на должность главы администрации. Также на втором заседании депутаты единогласно приняли главный документ района – устав. Положения в нем определены, но это не значит, что в него нельзя вносить изменения, говорит председатель городской думы Галина Андреянова. Сейчас в документе сформированы пункты о полномочиях, о бюджете и работе Совета в целом. Новые предложения могут быть рассмотрены на публичных слушаниях. Полностью местную власть в Самаре сформируют до конца года. Сейчас самое главное – сделать так, чтобы эти органы заработали. И заработали так, чтобы жители были удовлетворены этой работой. Поэтому с 1 января все районы становятся самостоятельными, муниципальными, внутригородскими районами. Созданная комиссия по передаче полномочий, она до сих пор работает. То есть ряд полномочий уже на сегодняшний день переданы. И, соответственно, вот эта работа, она будет продолжена. Новая высота. Уже в следующем году Самара может стать центром воздушного туризма. На аэродроме Кряж весной появится многофункциональный вертолетный центр. Договор о сотрудничестве подписали Центральный спортивный клуб армии и компания «Хелепорты России». Аэродром будет принимать бизнес-борты, обучать коммерческих пилотов и развивать аэротуризм. Инвестиции в новый воздушный проект могут составить сотни миллионов рублей. Амбициозную задумку оценила Алина Чемерес. Теперь с аэродрома Кряж будут взлетать не только старые добрые Ми-2 и Ми-8, но и Airbus H-130. Он гораздо тише и может летать над заповедными зонами. Теперь, благодаря соглашению, которое было здесь подписано, Самара может стать центром аэротуризма. Исторический момент. Его не омрачил даже проливной дождь. В день заключения сотрудничества между ЦСКА и компанией «Хелепорты России» ввысь взмывают вертолеты. В честь торжественного события руководство аэродрома «Кряж» сделало подарок ученикам спортивного лицея. Небольшая воздушная прогулка. Раньше Арина Малова на вертолете не летала. Чувства, говорит, смешанные. Сидишь так же, в таком же положении. Если не смотреть в иллюминатор, вроде бы ничего не происходит. Страшно, но и не страшно, не знаю. Ну, взлетел, как-то было немного страшновато. Потом полетели вроде. Все, успокоилось. Стал снимать дальше. Ну, видите Самару. Поселки с высоты, как говорится, птичьего полета. Очень понравилось. Свою историю аэродром «Кряж» ведет с 30-х годов. Тогда он еще был военным. В начале 60-х он стал второй важной точкой после космодрома Байконур. Именно отсюда 12 апреля вылетел экипаж, который доставил первого космонавта Юрия Гагарина из Энгельса на аэродром Безымянка. В 90-е «Кряж» расформировали и возродили только в начале 2000-х, уже как спортивный аэродром. Спустя несколько лет «Кряж» вновь хотели закрыть, а вертолеты списать или передать Сызранскому военному училищу. Но аэродром удалось отстоять. Теперь, когда ЦСКА начал сотрудничать с компанией «Хелепорты России», на аэродроме «Кряж» появится многофункциональный комплекс. Сюда будут прилетать гражданские борты и, возможно, даже джеты. И это откроет новые горизонты для воздушного туризма и бизнеса. Это не формальное подписание. Это принятый, выверенный, стратегический и бизнес-шаг для того, чтобы это все сделать. Ну и, соответственно, что мы здесь планируем, конечно, это создание авиационного учебного центра по подготовке коммерческих пилотов. У нас в стране не хватает 8 тысяч коммерческих пилотов. Наша основная задача сегодня сделать существование аэроклуба направленным на обучение, на подготовку молодежи, молодых пилотов. У нас, к сожалению, сегодня средний возраст пилотов, вертолетчиков уже далеко за 40. Это же имеет самое непосредственное практическое применение. Летчики могут быть востребованы в народном хозяйстве. Проектная документация в разработке. Известно, что на аэродроме «Кряж» будут ремонтные мастерские, ресторан, аэроклуб и, конечно, новые вертолеты. Планы самые смелые – провести чемпионат мира по вертолетному спорту. Алина Чемерис, Артем Сулайманов, События. Для них вертолеты – дело привычное. 65 лет со дня образования спецназа ГРУ отметили по всей России. В Самаре торжественная часть началась возложением цветов к памятнику воинам, погибшим в локальных конфликтах. Несмотря на проливной дождь, сотни самарцев, ветераны, молодые военнослужащие, матери и жены пришли, чтобы встретиться с сослуживцами и почти вспомнить тех, кто не вернулся с полей сражений. Спецназ – это элита войск, которая всегда на передовых рубежах. История войск специального назначения идет с 1950 года, когда были созданы 46 специальных рот по 120 человек для разведки и действий в тылу противника. Долгое время спецназ был засекречен, а с 2006 года в России ежегодно отмечают День подразделения специального назначения. Как только начинаются какие-то поползновения различных группировок, локальных конфликтов, везде идет спецназ, только так. Разведка, спецназ. И неважно, в каком парень берете, в голубом, в краповом, в черном, в оливковом, это спецназ. Большинство ребят здесь, которые прошли локальный конфликт, Афганистан, Северный Кавказ. Мы сами видим, как возродилась наша армия, как возродились вооруженные силы. И этот опыт показывает, что мы способны выполнять задачи и оберегать нашу Родину. Герои среди нас в Самаре номинантами акции благородства, которой уже 18 лет, стали двое простых сержантов патрульно-постовой службы. В июле этого года они спасли людей из горящего дома. Павел Баймаков подробнее. 9 июля этого года, 3 часа ночи, 12-й дом на улице Челюскинцев. Двое сержантов патрульно-постовой службы возвращаются в отделение, чтобы сдать смену. Тут они замечают, как из этого окна вырываются языки пламени. Полицейские понимают, пройти мимо просто нельзя. Они вызывают пожарных и бросаются на помощь к жильцам. Горела той ночью квартира Ксении Маниной. Она, ее сестра, как и десятки жителей дома, в этот момент спали. Сладкий сон оборвал резкий запах Гарри. Я на кухню зашла, и вот вся же вот эта штора в огне, просто вот этот монолит пламени. Я торопела. Я сбежала в комнату, за шкирку подняла сестру. Вышли в коридор, и как только открыла дверь, дым уже пошел. Схватив документы, но забыв в суматохе ключи, девушки выскочили из дома. В этот момент полицейские уже подбегали к подъезду. Мы подбежали к двери, дернул дверь, дверь была закрыта. После чего мы начали обзванивать все квартиры, я набрал 4-5 квартир. Через несколько минут полицейским все же удалось попасть внутрь. Здесь уже все было в таком черном дыме, метра полтора, уже ничего было не видно. Вадим сразу, я отправил в это крыло выводить людей. Он же сразу начал стучать по квартирам. Здравствуйте. У вас в доме пожара. Берите вещи, документы на улицу срочно. Итак, квартира за квартирой. Всего 171. В течение 15 минут из задавленной девятиэтажки на улицу вывели несколько десятков человек. Некоторых приходилось выносить на руках. Никто не пострадал. Позже за работу взялись пожарные. Как выяснилось, причиной возгорания стал поджог. Ту ночь жители не могут забыть и по сей день, и сегодня, говорят своим спасителям, спасибо. Этим ребятам, конечно, надо в ноги кланяться. Они спасли жизнь. Возможно, многим. Пожар это дело такое страшное. К наградам сержантов пока не представили. Зато они стали участниками акции благородства, которая уже 18 лет проводится областным союзом журналистов. За это время ее победителями стали более 500 человек из тысяч желающих, в том числе в номинации «Люди в погонах». Цель акции была показать людей в погонах, показать их поступки, и часто их поступки вне работы, когда они совершают. И, как оказалось, таких у нас очень много. Сами патрульные героями себя не считают. Говорят, просто выполняли свою работу. Сберегли людей от беды. Погорельцы сейчас делают в квартире ремонт, а двое сержантов сразу после съемок отправились патрулировать самарские улицы. Павел Баймаков, Константин Головин. События. Новая жизнь без оглядки на прошлое. В Самаре откроют реабилитационный центр при женской 15-й колонии. Его основная миссия подготовить заключенных к жизни после освобождения. С ними будут работать психологи, службы занятости и даже стилисты. Проверить, как идет подготовка к открытию центра. В Самару приехала правозащитник Мария Каннабих. О женщинах трудные судьбы и сюжет Марианны Мирной. «Сохрани мою любовь» поет на родном татарском языке Зульфия Арсланова. Еще четыре года назад она выступала на свадьбах и корпоративах. Теперь ее зрители заключены 15-й женской колонии. Превышение должностных полномочий и, как итог, пять с половиной лет лишения свободы. Шок, страх и, наконец, смирение со своей участью. Говорит, свои ошибки осознала. В январе мечтает освободиться досрочно. Выходя на волю, у меня, ну, конечно, я в первую очередь поеду к детям, к маме. Но, что скажу еще, они меня ждут. У меня есть уже внук, очень прекраснейший, для которого можно все стараться, все забыть. В 15-й колонии 560 заключенных. Больше половины оказались здесь за хранение и распространение наркотиков. Строгого режима для женщин законодательство России не предусматривает. В заведении есть библиотека, клуб, а вскоре в одном из корпусов разместится реабилитационный центр, где осужденные смогут стирать, гладить и даже следить за модой. На первый взгляд, эта комната больше похожа на палату в детском оздоровительном лагере, чем на камеру для заключенных. Посмотрите, здесь есть шкафы, тумбочки, стулья, цветы и даже зеркало. Именно в таких условиях содержатся те, кому до свободы остались считанные месяцы. За годы, проведенные за колючей проволокой, жизнь меняется и человек оказывается один на один с новой реальностью, где зачастую ему нет места, говорит правозащитник Мария Канабих. Каждый второй осужденный после выхода на свободу вновь попадает за решетку. Потому и нужен реабилитационный центр помочь выжить в новом мире. Девочки заключенные, ну, мужчины, я редко как-то делюсь с ними, они как-то не всегда рассказывают, а вот женщины рассказывают, что вы знаете, когда мы возвращаемся из колонии, у нас, мы даже боимся ходить по тротуару, машин боимся, все другое, другая мода, другая одежда, все другое, понимаете. Сегодня в России работают 200 реабилитационных центров для бывших осужденных, но для нашей страны это капля в море. Центр адаптации при 15-й колонии появится меньше, чем через полгода. Деньги из президентского гранта уже выделены. Мария Анна Мирная, Максим Гусев, События. А сейчас коротко о других важных событиях, которые произошли к этому часу. В Тольяттинском молоке обнаружено сальмонелло, сообщает управление Россельхознадзора по Самарской области. Бактерии обнаружили в пробах сырого молока, производителем которого является сельхозпредприятие ЛИК Ставропольского района. В выходные на Волге в районе Октябрьской за штормом перевернулась лодка, на борту которой было 4 человека. Им на помощь пришли сотрудники МЧС. Операция по спасению утопающих заняла полтора часа. Все живы. Синоптики предупреждают, на этой неделе не стоит ждать улучшения погоды. В ближайшие дни ожидаются дожди, туман и потепление до плюс семи. А к выходным похолодает и возможен снег. На Волге завершается навигация. 25 октября прекратила работу линия Самары-Шелехмедь-Виновка и Самара-Гаврилова-Поляна. До 8 ноября речной транспорт будет ходить до Ширяева. А с селом Рождествено сообщение традиционно продолжится вплоть до Ледостава. 3 декабря между Самарой и Москвой начнут курсировать двухэтажные поезда. Продажа билетов уже началась. Поезд будет отправляться ежедневно из Москвы в 18.10 и прибывать в Самару на следующие сутки в 9.45. Время отправления из Самары в 16.42. Со счетом и на снегу. Ненастная погода не помешала средневековому сражению, которое развернулось в минувшие выходные в загородном парке. На фестиваль исторических единоборств «Засечный рубеж» в Самару приехали бойцы из Ульяновска, Казани, Тольятти. Уверяют, важна не только физическая подготовка, но и знание истории. Готовились, изучая научную литературу, доспехи делали по музейным образцам. Кому в старину тяжелее приходилось скандинавским воинам или русским богатырям, узнала Марина Кравцова. Мечи, щиты и доспехи, точные копии тех, что носили варяги и русские витиди в раннем средневековье. Иван Горшков, инженер-химик в реальной жизни, на ресталище выходит в образе северного воина. Обмундирование по всем канонам делал собственными руками. Доспех скандинавского воина, дружинника, который мог жить и в Скандинавии, и в севере Руси, так и в южных частях Руси, будучи дворяжским наемником. У меня шлем нормандского типа с кольчужной бармицей и ламелляр из бирки. Скандинавский ламеллярный доспех потянет на 4 килограмма. Русские богатыри были повыносливее, кольчуги по 10 килограммов. Оружие тоже не бутафорское. По большому счету все по-настоящему. Оружие – это копии исторических находок с разницей только в том, что оружие не заточено. Моя сабля специально сделана под заказ, по историческим данным, именно Владимира Суздальского, С таким серьезным оружием даже в реконструкции поединка могут быть вполне реальные травмы. Чтобы избежать кровопролития, удары разрешено наносить только по защищенному металлам корпусу. Бой идет до трех попаданий. Главная идея – воссоздать атмосферу средневекового сражения. Я считаю, очень даже актуально вспомнить, откуда все началось. Реконструируем 9-11 века, в основном народы Севера. Почувствовать себя витязьми могли и зрители. Правда, мечи неподготовленной публике вручили резиновые. Марина Кравцова, Григорий Плешаков, События. Частные коллекции мирового искусства собрали на одной площадке кураторы выставки «Иллюзии и потрясения». Живопись, фотографии и калаш. Юлия Черняева увидела эксклюзивные работы из коллекции русского музея. Уорхол, Лихтенштейн, Джонс, Бойс, Ольденбург, Кифер, Весельман и далее по списку будто сошедшему состранить самых уважаемых учебников по истории современного искусства. Музей Людвига в русском музее – это историческая сенсация. Единственный в своем роде музей в музее. По сути дела это единственный в стране музей современного искусства, потому что он обладает западной коллекцией. То есть тем искусством XX века, начиная с позднего Пекасса и кончая вещами 90-х годов, которые нигде нет, ее уже невозможно, так сказать, выстрелить. Гиперреализм, лирический поп-арт, питерский постмодернизм, московский соцарт, историк искусства по образованию и коллекционер по пристрастиям Петр Людвиг пристально следил за происходящим на русской арт-сцене. Настолько разные жанры, было сложно, конечно, их вместить в одно пространство, чтобы они не спорили друг с другом, а наоборот, показали все разнообразие поисков художников XX века. Выставка будет работать с галереей Виктория до середины декабря. Юлия Черняева, Максим Гусев, События. А сейчас время спортивных новостей. Передаю слово Сергею Кизоркину. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин и, значит, вы смотрите Самарские новости спорта. Баскетбольная Самара не знает поражений в Суперлиге. Золотая шайба. Старт дворового хоккея в Самаре намечен на середину декабря. Старт золотой шайбы намечен на 19 декабря. Об этом сообщили на совещании по организации турнира для юных хоккеистов. Открытие планируют провести в Ледовом дворце «Кристалл» поселка Мехзавод. Соревнования пройдут в четыре этапа. В финал выйдут шесть команд, по две в каждой возрастной группе. Победители турнира получат ценные призы. В прошлом году это были подарочные сертификаты на покупку хоккейной амуниции. Сейчас ведется прием заявок на участие в турнир, который завершится 27 ноября. Золотая шайба проходит в Самарской области четвертый раз. С 2012 года количество команд-участниц увеличилось в два раза. Важно, что увеличивается не только количество команд, но и количество муниципалитетов, принимающих участие в турнире. Вот если в 2012 году у нас стартовало всего 16 муниципалитетов, то в этом году планируем участие 39-45. Баскетбольная Самара продлила победную серию до четырех матчей. На этот раз в Суперлиге столичный клуб 63-го региона оставил неудел команду «Иркут». Счет 70-52. Начало первой четверти было за «Иркутом». Они вели в счете, но главный тренер Самары Сергей Зазулин нашел нужные слова на скамейке запасных и лидер национального чемпионата показал, кто на паркете хозяин. Мощный рывок в 15 очков поставил все точки над «и» в этом матче. «Иркут» пытался наладить свою игру, но у них это плохо получалось. Четвертая победа подряд у «Самары» и клуб закрепился на вершине турнирной таблицы. Я считаю, что ребята провели очень хорошую игру, мотивированы были. Вторую игру подряд мы первый период играем без ошибок. Это говорит о подготовке к матчу. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. На этом наш выпуск завершен. Смотрите телеканал «Самары ГИС» в кабельных сетях города. Читайте нас в Твиттере, скачивайте приложения и смотрите нас на экранах смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова